Всем привет, с вами Дима и мы сегодня будем говорить про наушники Meizu Live. Я не буду показывать, как она всё красивенько была упаковано, давайте лучше уделим внимание содержимому коробки. А именно, внутри у нас имеется 8 пар сменных амбушюр. 4 пары пенок и 4 силиконовых, 4 одета на сами наушники, именно поэтому её здесь нет. Амбушюры разные, как по диаметру, так в общем-то и по длине. Я думаю, вы замечательно видите и без перефокуса, что есть и более длинные и короткие, за счёт этого. При помощи вот такого набора данные наушники себе сможет посадить в уши каждый, как ему хочется. Поглубже, не поглубже, поплотнее, не поплотнее. Как кому нравится, тот так сможет себе, в общем-то, и подстроить посадку. Кейс, вот такой вот он у нас военный, из поликарбоната сделан. Есть ушко для крепления ремешка, сам вот этот кофр, он, кстати, водонепроницаемый. По-моему, IP67. В любом случае, он увесистый, очень надёжный, очень прочный. И внутри него нас ждут сами наушники и странная капсула, внутри которой у нас на самом-то деле находятся сменные фильтры для этих самых наушников. Здесь вот у нас, переведём резкость, живёт, резкость не перевелась. Вот здесь у нас имеется ключик для откручивания и затягивания этих самых фильтров. Если вы хотите прям по-пацански закрутить, сможете это сделать. Откручиваем капсулу или раскручиваем капсулу и внутри, в резиновом, в общем-то, лоточке находятся эти самые сменные фильтры. И вы видите, на них имеются шлицы, которые, в общем-то, и предназначены для того, чтобы этим ключиком их можно было закрутить и открутить. Фильтры у нас в данном случае в лотке чёрные и синие. Чёрные типа как нейтральные, синие должны делать звук темнее. Но, учитывая тюнинг этих наушников, я могу сказать, что белые – это самое оно. Они сейчас установлены на наушниках, они, по идее, делают звук более светлым, но изначально наушники темноватые. И так как я люблю что-то более нейтральное или, наоборот, светлое, то я поставил именно белые фильтры. Но это на мой вкус. В любом случае, они не сильно кардинально меняют звук. И можно сказать, что перед нами тонкая подстройка звучания, опять-таки, под свои предпочтения. Наушники вот так вот у нас выглядят. Кабель вроде как крутой, надожный. Он, по-моему, даже из серьёзной какой-то меди сделан. Но за счёт армированной вот этой вот оплётки, которую можно увидеть под слоем полиуретана или силикона, я не знаю, из какого именно материала оно сделано, он не сильно податливый, не очень он мягкий. И это доставляет некоторых неудобств. Джек-воробей. Выглядит вот так. Сам джек четырёхпиновый, это, естественно, потому что перед нами гарнитуры, а не просто наушники. Но вот корпус, это просто... Я не знаю, какими словами, не ругаясь, это можно описать. Если мы подключим, извиняюсь за шум, данные наушники к какому-нибудь кирпичу, в роли кирпича у нас сегодня выступает FIO X7 второго поколения, то это всё выглядит более-менее неплохо. По-моему, резкость не перевелась, но, тем не менее, общую картину вы в любом случае видите. Беда лишь в том, что Meizu производит весьма утончённые и изящные смартфоны. И как с ними будет смотреться вот такая вот огромная штукенция, лично для меня большой-большой вопрос. Пультик у нас достаточно крупный, он пластиковый, его легко можно нащупать, и поэтому его размеры лично я считаю достоинством. В принципе, ничего плохого о данном пульте я сказать не могу. Стандартный пульт, который нормально работает с Android-смартфонами и с некоторыми плеерами. Позволяет увеличить, уменьшить громкость, поставить на паузу и так далее. В общем, стандартный функционал. Ну и, конечно же, у нас микрофон там есть. Наушники подсоединяются к кабелю по MMCX. Стандартный абсолютно разъём. Если вам данный кабель, как и мне, не очень нравится, сможете поменять. Заушены без эффекта памяти. Вот это вот решение мне по душе. Мне не сильно нравится, когда продета в заушене проволочка. По факту, едва ли не каждый раз, когда вы одеваете наушники, их приходится подстраивать под ваши уши. Такое решение более универсальное и удобное. Кабель съёмный, как я уже говорил, MMCX. У нас здесь используется. На самих наушниках, если мы снимем амбушюру, можно увидеть звуководы, которые наполовину состоят из фильтров, которые, в общем-то, можно поменять. Если фильтр снять, то никакие амбушюры за вот этот вот маленький звуководик держаться не будут. И поэтому без фильтров данные наушники, увы, даже и потестить толком не получилось, потому что амбушюры слазят с них прямо во время установки наушников в ваши уши. Приходится выбирать. Благо, выбор есть. Три набора. Можно попробовать и определиться, что вам нравится наиболее. Внутри и сквозь прозрачный с внутренней стороны корпус. Можно увидеть арматуры, на которых написано Live, что соответствует имени модели. Можно разглядеть маленький логотип Noulis. Здесь у нас не просто какие-то там базарные драйвера по цене руб ведро. Здесь брендовые арматуры установлены. Фейсплейты у нас сделаны в стиле шлифованного металла с логотипом Meizu. Посадка у наушников, в принципе, весьма комфортная. Они сидят хорошо. Единственное, что с пеной я их не понял, если это можно так назвать. Мне не понравилось, как они садятся в уши с пенными насадками. Именно поэтому, в общем-то, вы на наушниках видите сейчас силиконовые. Именно с ними я данную модель в основном и использовал. В принципе, по внешности, по удобству я рассказал все, что я о этих наушниках думаю. Теперь самое интересное. Звук. Я не знаю, что послужило причиной такому решению. Быть может, Meizu очень сильно обожиглись с первой версией Flow. И получили слишком негативные о них отзывы. Быть может, им просто захотелось сделать арматурные наушники для всех источников и для любых записей. Но если вы знакомы с гибридами какими-то или полностью арматурными наушниками, в которых только используются драйвера с равновешенным якорем, вы знаете, что обычно это гарантирует практически очень плотный звук, очень быстрый звук, который в той или иной мере приближенно отображает то, что выдает источник, к которому вы эти наушники подключаете. Так вот, Meizu Live, они вообще не об этом. Они никак не относятся к этому стереотипу. Звучание здесь, во-первых, притемненное, а во-вторых, что еще более добавляет ощущение ламповости, оно достаточно мягкое. Буквально на нескольких очень прям скрипучих композициях я понял, что эти наушники иногда могут сделать человеку неприятно. В остальном они сглаживают, пытаются скрыть какие-то изъяны записи и какие-то сибилирующие звуки. Звучат они в целом весьма мягко, нежно и приятно, не раздражающий слуховой аппарат человека. Поэтому, в принципе, я считаю, что покупать их к чему-то вот такому большого смысла нет, потому что данная попытка сделать звучание более мягким и приятным, она очень сильно ударила по микродетальности, тонкости записей, которые передают, в частности, покажу еще раз без наведения фокуса свой плеер. Так вот, такие источники через эти наушники их не передают, хотя через многие другие они, в принципе, вполне на это способны. Они очень сильно бьют по мелочам в записях, очень сильно они затрагивают какие-то там, я не знаю, тонкости в звучании естественных, настоящих, живых инструментов. Поэтому, если вы хотите себе к плееру какому-то крутому арматурные наушники, Meizu Live вам, наверное, покупать не стоит. Но если у вас смартфон, в котором звучание далеко не идеальное, и вы, в принципе, сами это понимаете, и хотите себе попробовать арматурные наушники, у вас есть деньги на то, чтобы купить Meizu Live, потому что они на самом-то деле ни разу не дешевые, то, в принципе, эта модель вполне себе неплохая, и место ей на рынке есть. Беда только в том, что аудиофилов, как таковых, данная модель точно не удовлетворит. И учитывая ее ценники, учитывая использование ноу-ле-совских арматурных драйверов, хотелось бы, чтобы она это делала, но нет. В любом случае, если вы только начинаете в эту тему вникать, и у вас есть, опять-таки, деньги на эти наушники, например, смартфон Meizu, в принципе, брать можно. Куча сменных амбушюр, сменные фильтры, с которыми можно поиграться и оттюнинговать звук уже под свои какие-то предпочтения. MMCX-коннекторы, в принципе, высокое качество исполнения, у этих наушников есть достоинства, но, повторюсь, в 48-й раз за это видео, главный их недостаток, это то, что звук здесь не такой, как многие люди будут ожидать от арматурных наушников. В принципе, у меня на этом всё. Напоминаю, что ссылки на данные наушники в разных интернет-магазинах, а также линки на кэшбэк, которые поможут экономить вам деньги на покупках в интернете, как всегда, ждут вас в описании данного ролика на YouTube. С вами был Дима, Ферумком, ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно делимся этим видео, это очень нам помогает. Спасибо всем, кто смотрел, пока!